Здравствуйте! В эфире новости Центральной Азии, радио Азаттык, в студии Лиза Кенинбаева. Территорию Северного Вазиристана в Пакистане покидают тысячи людей, опасаясь, что могут пострадать в ходе операции служб безопасности страны против группировки Талибан. В регионе в начале июня вооруженные силы Пакистана нанесли серию авиаударов, которых, как утверждается, погибли десятки боевиков. Напомним, в Северном Вазиристане базируются исламистские вооруженные группировки Хаккани и пакистанский Талибан. Сегодня завершается трехдневный официальный визит президента Латвии Андриса Бердзиниша в Таджикстан. В его рамках страны подписали соглашение о борьбе с терроризмом, организованной преступностью и наркотрафиком. Во время встречи с президентом Таджикстана Эмма Мали Рахмоном Бердзиниш отметил, что Латвия, которая в следующем году возглавит Европейский Союз, будет уделять особое внимание отношениям между Европой и странами Центральной Азии. Тем временем председатель партии исламского возрождения Таджикстана Мухиддин Кабири выступил в парламенте страны с заявлением о нападении на него и сопровождавших его лиц в городе Кулябе. Напомним, накануне во время встречи Мухиддина Кабири с жителями города группа неизвестных молодых людей забросала его помидорами и яйцами. Как стало известно радио Азаттык, правоохранительными органами Куляба по подозрению в нападении на председателя партии были задержаны два человека. Активисты движения ипотечников «Обеспечьте народ жильем» пришли к зданию мэрии Алматы, чтобы попросить у главы города Ахмеджана Есимова помощи в возврате утраченного жилья. По решению суда жилья неплатежеспособных заемщиков перешло в собственность АТФ банка, но людей не впустили в здание городской администрации. Письменная просьба была передана сотруднику Акимеата. В общественном объединении «Обеспечьте народ жильем» рассматриваются жалобы около 300 человек. Азиатская футбольная конфедерация приняла решение о создании зоны Центральная Азия. Решение было принято на внеочередном конгрессе конфедерации в Бразилии. В соответствии с ним зона Азиатской футбольной конфедерации по Центральной и Южной Азии поделена на две. В зону Центральная Азия вошли федерации футбола Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикстана, Туркменистана и Узбекистана. В Ташкентском театре «Ильхом» на проекте под названием «Электро-брудершафты» выступил необычный дуэт. Ашот Даниелян и Алексей Улька представили на суд зрителей авторские песни, проиллюстрировав их собственными видеозарисовками. В отличие от кино и видеоклипов, где многое подлежит жесткому и рациональному контролю, в этом проекте гораздо большую роль играет импровизация, чувства, формат «Здесь и сейчас», пояснили авторы. В перерывах между номерами гостям раздавали книги стихов обоих авторов. Мероприятие привлекло много зрителей, ведь в последние годы в Ташкенте подобного рода стильные, востребованные современной молодежью выступления проходят все реже. Спасибо, друзья! Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. рус.азатык.кейджи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok